МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямо в лонжеро. Как так можно было? Вообще я не понимаю. Четыре машины во дворе поцарапало, а в пятую просто въехало. Кто тебя парковаться так учил? Я умею парковаться. Да я заметил. Давай, звони своему хахалю, у которого ты на эту машину насобирала. Пускай он привозит бабки. Я не могу. Мы с ним поссорились. Я гордая. Я первая звонить не буду. Гордая ты? Да. А где ты бабки возьмешь? Ты гордая. Может быть, как-нибудь договоримся? Пум. Как ты со мной договоришься? Мы же взрослые люди. Раздевайся. Чего, прям так сразу? Быстрее разденешься, быстрее отработаешь. Давай-давай. Ну? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин, сбился. Раз, два, три, четыре. Опа! Время! Дядь Пальц, а можно это, ну, продолжить? Продлить? Да. Яна, еще раз эту машину. Я же почти отмыла. Ну и что? Пены больше. Больше пены, мокрого всего вот этого. Давай быстрее, работай. У нас там еще целая очередь в километр. А долго мне еще? Ну, еще. Тысяч двадцать. Э-э-э, руки на руле. Вот так. На краях. То есть это он, да? Это он чинил тебе машину. Ну, 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 чего ты? Что? Мужчина, мужчина. А ну, стоять! Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, это вы чинили моему мужу машину на прошлой недельке? Ну, это... Ну? Ну да, ну да, я, кто чего, нет? Ага. То есть, вот этот вот волос, это ваш, правильно? Ваш волос. Э-э, волос, да. Русый, длинный, ваш волос. Э-э, ну да. Э-э, подстригся недавно. Э-э, проиграл в карты. А раньше был, как у Зверева. О, такие были. Прямо я так и пел, я хорошо. Мы там дискотеки... Понятно. Крутили. Хорошо. А помада? Вот эта вот. Вот эта вот яркая помада. Помада точно. Угу. Э-э, не помню, какой номер. Ну-ка, 382-й. Так это мой любимый. Редкий оттенок, кстати. Спасибо. Ага, ну-у-у, ну-у. Угу, интересно. Э-э... Давайте, давайте, ну. Э-э... Ну, только я хотел бы, чтобы эта маленькая женская тайна осталась между нами. Тогда последний вопрос. Трусы, значит, тоже ваши. Правильно? Э-э... Цвет... Точно мой. Угу. Э-э... А размер-то... Э-э, не, размер... Размер-то почему... Э-э, меньше? Почему? Я же курить бросил неделю назад. И, э-э, ну, как поперла меня в сторону. Как камбала вот эта, знаете... Или камбала Анна Пуцкая. Я же тебе говорю, я ни при чем. Ну что ж, Кобель, повезло тебе. То есть вот это и есть ваша мужская солидарность. То есть если бы я сказала, что нашла у него презервативы, вы бы сказали, что затрахали старший машину. Ну зачем бы так? Э-э... Понятно. Жду тебя в машине. Да, хорошо. Э-э, до свидания. До свидания. Спасибо, спасибо тебе большое. Реально выручил. За труселя можно было бы и набавить. Я вообще не знаю, откуда они взялись. Они там после ремонта появились. Подожди, а у тебя кто ремонт? Иду, иду. Высокий такой, высокий, худой. На троих! Две свечи. Две свечи. Вот эта какая? Засратая. А вот эта? Не засратая. Так что с этой нужно делать? Пошарожить. А ты ее что вкрутил в цилиндр-то? Диапалик, ну так бы сразу и сказали, а то устроили мне тут... Помню, не помню, экзамены. Может, проще новую вскрутить? Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте. Это по твоей части. А что привело такого ангела в нашу преисподнюю? Мне нужно машинку починить. Ну так это же наш профиль. Закатывайте вашу машинку, разберемся. Хорошо. Ух, я бы ее пошарожил. Ты свечи бы пошарожил. Да, 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 да. Я уже запутался, какая из них засратая. Мозги у тебя засратые. А, так у вас колесо пробилось. Так бы сразу и сказали. Пять минут и все будет в порядке. Нет, с колесом как раз таки у меня все ок. У меня вот что нужно починить. Вот это. Вот это. И вот это. Так это ж груда металлолома. Да. Ну так и что? Вы возьмете эту груду металлолома и как-то приклейте колесу и все будет хорошо. Но вы же профи. Слушайте, мадама, для того, чтобы восстановить машину, одного колеса маловато будет. Что же такое? Уже 10-е 100 мне откажут в ремонте. Мне сейчас я позвоню Бусе и знаете, что он приедет и сделает вам капремонт. Вот что он вам сделает. Что за Бусе такое? Алло, Бусе привет. Нет. Представляешь, у меня на СТО отказываются Бибику ремонтировать. Да. Нет, там только терапина. Да. Слушай, сэр, сэр, сэр. Колесо даже целое. Да, да, сейчас даю. Угу. Алло, да. Значит, слушай меня сюда. Ты сначала бабу свою научи ездить, а то права я ей купил, а ездить не купил. А машина ее, или твоя, я не знаю, восстановлению не подлежит. Я все сказал. Что? Хорошо передам. До свидания. Он просил передать, что тебе пи***ть. Так и сказал? Так сказал. Передай ей, что ей пи***ть. Я, наверное, сегодня ночью подружки буду ночевать. До свидания. Эй, красавица, колесо забыла? Диапалик, а я и не знал, что ты такой крутой. Я никакой не крутой, Ромка. Я на первой секунде сброс нажал. А, круто. Погоди. Он ей сейчас перезвонит и нас найдет. И сюда приедет. Вот именно. Поэтому надо быстро собираться. Ебать и коллаборатики. Да нахрен. Как было там, куда надо было? Ключики. Какие ключики? На троих. Да, хорошо. Мы с тобой, Рома, сегодня поработали. Ага. Практически ничего не сделали. Просто одну деталь поменяли. Эх, я себе еще головой не так стукнулся. Было бы вообще супер. А кто работает головой, тот получает больше. Ага. Вот, Рома, твоя доля. Ни в чем себе не отказывай. Я так понимаю, тот, кто вообще не работает, получает еще больше того, кто работает головой? Ты, Рома, видать, сильно головой-то ударился. Раз такие глупости тебе в голову лезут. Ты лучше расслабься. И давай со мной за хороший день выпьем. На работе ж пить нельзя. Тебе нельзя. А мне даже нужно. За хороший день. Ты, наверное, в этом киоске больше не покупай. Дядя Палик, а вы сейчас тоже негра видите? Или я-то я башкой ударился. Ты тоже его видишь? Кстати, правильно, не негр, а афроамериканец. Давай, скажи дяде здрасте, ты шучил, давай. Hello. How are you doing? И снова здрасте, мать вашу. Подожди, это что, я сейчас английский начал понимать? А подожди, а почему снова? Да потому что я был уже у вас с утра. Правда? Правда. Да вряд ли я бы негра запомнил. Это ж вы, два гадрика, делали мне экспресс-ремонт выхлопной системы за 15 минут. Этот дебил еще головой ударился. А, было такое. Так а что, что-то не работает? Работает. Только выхлопы все в салон идут. Дышать нечем. Поэтому вы мне либо машину сделаете, либо я на вас гаврики в суд подам и потребую возмещения морального ущерба. Не надо в суд, не надо. Мы вам ущерб моральный прямо сейчас восстановим. Вот, пожалуйста, компенсация. Спасибо. Но машину все равно сделайте. Через полчаса зайду. Рома, иди делай. Что за день-то сегодня такой черный? И черный, а афроамериканский. Круто. Фух. На троих. Вот. И самое главное. Слушай внимательно. Надо с тобой вкус было идеально чисто. Понимаешь? Все. Идеально чисто надо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько у вас будет стоить заделать маленькую царапинку? Маленькую? Это какую маленькую? Ну, вот такую. Ну, это вся бочина. Четыре детали. Это уже десять, получается? Так мало. Ну, хорошо. Ничего себе мало. Кому-то мало, а кому-то два месяца херачить. Скажите, а бампер? Бампер? Три двести. Три двести. Мало. Какая-то она странная. А два бампера? Ну, считай. Три двести и три двести. Девять восемьсот. Ага. Она не странная, она прикольная. А как вот? Семь пятьсот. Ага. Решили вообще не заезжать, да? Как-то не получилось. Скажите, а сколько будет стоить полностью весь ремонт машины? Ну, расходники, рихтовка, покраска, развал, ну, тысяч триста. Да? Ой. Вот. Прекрасно. Держите ключи. А, деньги? А, муж заплатит. Будет, Кобелина, знать, как изменять таким женщинам. Какие? До свидания. А, не, Дяполик, это вы сами... Не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не. У тебя в голове. Нам еще нужно картошку сажать, ты знаешь. Молодой человек. Да. Посмотрите на машину. Какой-то там звук появился. Может, там что-то не так? Что-то поломалось, и на этой машине ну никак нельзя ехать на дачу. да, вот вы как заехали, я сразу по звуку понял, что там есть повреждения под капотом. Да, вот такая штука сломалась. Ага, и сколько такая штука стоит? 300 гривен. 300 гривен. Через два часа можете забирать машину. Слушайте, а может вы внимательнее посмотрите? Может, там еще что-то серьезное поломалось? Внимательнее? Да. А, да? Что, сразу видно? Это колесо неровно стоит? Ну вот. А значит, что? Эти круглые штуки на подшипнике? Подшипники. Заклинили? Вот. Заклинили. Тысяча гривен штука. Тысяча гривен штука. Что вы говорите? Ну, за сегодня не управимся. Эх, получается, что сегодня мы на дачу ну никак не попадаем. Никак. Ничего, завтра с утра пораньше выйдешь. В 4 утра. Как немцы. Завтра не раньше вечера будет готово. Да. И тем более, тем более. Куда же ехать, если у вас этот, ремень? ГРМ. Скрипит. Скрипит же? Скрипит. 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 Сколько у нас будет стоить? Две тысячи гривен. Две тысячи гривен. Ничего себе. Подождите, за 500 гривен я его покупал. Так это же отечественный, а я вам хороший, немецкий предлагаю. А он хороший такой, кожаный, субляхой. Немецкий? Ну, ладно, ставьте. Ставьте, это легко сказать. Его же нужно еще дождаться, пока он с Германии приедет. Минимум в два месяца. Минимум. Два месяца? Да. Ой-яй-яй, это же получается, что мы целых два месяца на дачу ну просто не попадаем. Ну да. Ну на машине не попадаем, а электрички еще никто не отменял. Идем за мной. Мам. Бери инструменты. Мам. Может, рискнем и на машине, а? Не, безопасность превыше всего. Картошка сама себя не посадит. Ага. Угу. Да мамкой. Счастливо пути. О, я вижу, у нас под вечер бонус. Ха-ха. Дядь, Палик, это не бонус, это практически джек-пот. Чем мы ее на бабки разведем? Ой, а можно я? А справишься? Да ты посмотри на это. Проще паренной репы. Тут либо масло, либо омыватель. По-любому. Ну давай, ручки. Смотри, мастер-класс. Здоров, мужики. Здравствуйте. Привет. Короче, смотрите, у меня тут что-то пищит. А, пищит. По-любому ремень генератора растянулся. Да не, если бы ремень генератора растянулся, то другой бы звук было. Это что-то другое. А, ну тогда свечи, по-любому, свечи. Ты мне еще скажи, что я воду в омыватель не залила и масло не поменяла, да? Ну, тогда этот, как его, шо, мотор. Там мотор, я уже перебрала. Короче, там это, форсунки чуть, конечно, подзабились, но это по-любому мнению, вот причина в другом. А я вот это думаю, может, это, это, ходовая, а? Точно, мужики, давайте, загоняйте меня на подъемничек, а я ходовую гляну, ага. Слышь, коллега, а ты подшипники смотрела? Да ешкин, матрешки, ну, конечно же, первым делом. Загоняй. Рончик, давай. А! Нет, лисит. Готи, Рон. Да, я, конечно, подозревала, что это корзина сцепления, но шо, бы я с выжимным это очанулся. Ну шо, мужики, сколько я вам должна? Так, вы, собственно, сами все сделали. Да ладно, чё вы, напивайся, как говорится, от нашего столика вы, ваш столик. А вы раньше на СТО работали, да? Да ты шунет, конечно. Ах, если бы ты, как я, 10 лет на трассе в минус 20, фура поломана, а работать надо. ты бы не такому научился. Ну все, давайте, мужики, всего хорошего. Давай, давай, держитесь тут, братья. Ну да. Профессионал. Я думаю, что и профессиорал. Вот так через месяц не научишься работать, отправлю тебя на стажировку к ней. Део Палик, я Мороза не выношу. Придется? Нет, Део Палик, вы че, я Мороза боюсь, холода. А путаны шо получается, морозостойки? Да, у них там какой-то фермент вырабатывается внутри, я не знаю. А у тебя шо вырабатывается в голове, я не понимаю. Серое вещество, я не понимаю, серое вещество. Так, а теперь мы тебя омолодим. Вот, самая настоящая машина времени. Давай, назад в будущее. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас СТО широкого профиля? Что, не видно? Широчайшего. Хорошо. Ну, слушайте, а вы можете из машины подуску безопасности убрать? Да ты вроде на полного придурка не похож. Так ты че, экстремал что ли? Я? Не, я не экстремал. Вот тёся у меня экстремал. Надо будет в её массыне подуску убрать. Да? А ты уверен, что тёща у тебя экстремал? Ой, ещё какой экстремал. Это надо было кредит в долларах взять под залог нашей квартиры. Потом купить датю и вырасивать там синенькие. Это ещё не всё. Она мне спиннинги все попереламала, чтобы я на рыбалку с музыками не ходил, а ездил к ней на огород, на дачу синенькие эти окусивать. Представляете, вот пусть она с ветерком проедется без подушечки, а? Я тебя как мужик мужика понимаю, но извини, помочь не могу. Криминалом попахивает, а мы и тут криминалом не занимаемся. Иди, подожди отказываться, подожди. Вот, фотоцка я. Чу! Ты предупреждать надо. Вот, а я вот за 10 лет в страхе живу, а то и все 20 по осюсениям. У меня сгот за два. Ой, всё я ей только не делал. Я её в серной кислоте топил, и в ванную фен бросал, и доски на неё сверху бросал, и молотком её по баске стусял. Что, реально? Вру, конечно, но очень бы хотелось. Боюсь я её. Капец. Насчё, думаю, мужик, бери. Хорошо. Думаю, одной подушки маловато будет. Я предлагаю ещё рулевой вал подпилить и на колёсах болты поослаблять. О, вот это идея хорошая. Свою-свою предложу. Ну, можем, например, краситься она за рулём. Ой, да. Вот сволочь, убил бы. Вот туда, вместо обычного зеркала, ставим вогнутое, и она, значит, посмотреть. Оп, и инфаркт. Ну, или столб, сто пудов. Класс. Слушайте, давайте, наверное, делайте. Не-не-не-не, денег не надо. Все ж мы люди. Ты, Хадина, иди. Это тут СТО широкого профиля? Сыросяйцева. Это ты придумал из моей машины подушку безопасности изъять? Он? Ну, да, подушку безопасности убрать, это я придумал. Но зато он придумал рулевое ослабить и колеса вам поскручивать. Прости, друг. А еще он заменил в зеркало вам, чтобы вы, когда красились, посмотрели на него, а у вас такая вот морда, и вы перепугались и в столб смяка, и полностью в смятку. Молодцы. У меня для вас тоже подарочек есть. Угощайтесь. О, пироски. На. Отравленные? Я очень надеюсь, потому что устал мутиться уже. Нет, 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 что вы, ешьте, ешьте, это любимому зятю на дачу везла. Сто пудово отравленные. А потом водочкой запьете. А по какому поводу банкет? Это не банкет, это поминки. Ваши. А, круто. А я думал, я за своих поминок не зазыву. Ну, давай, друзейся. Не чокайся. Можно и так. Помогите! Да не кредиты, поздно уже. Все, приехали. Люди, ровно! На троих. Здравствуйте. Здравствуйте. Срочно нужна ваша помощь. Вы должны отремонтировать мою машину и у вас есть только полчаса. Разъясните, почему полчаса? У меня встреча с моим мужем через полчаса. Он, если увидит, что вы в меня врезались, то он меня убьет. Ну, так если в вас врезались, вы же не виноваты. Я тоже так считаю, но машинист взял и убежал с места ДТП. Какой еще машинист? Здрасте. В общем, мне позвонили, я захотела выйти поговорить и вышла. И тут поезд. Как? Мою машинку и вот. Ну, давайте, загоняйте вашу машину. Так что, она уже здесь. Вот. БММ, трешка, 15-й год. Именно. Ну, ладно, у них у всех черные зеркала. А цвет какой был? Красненькие, такие четыреглазка. Четыреглазка? Да. Ну, 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 ну. Все. Вот она. Классная, красная, четыреглазка. 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 Ну, че-то она не похожа. А так? А так похожа! Классная такая! Ну, так что, может, расплатим взял? Да, сколько она должна? Пять тысяч долларов. Так. Да мне. Да, я хочу с вами. А, ну, ладно. Спасибо вам. Прошу. А, ну, ладно. О, Класс! Здесь три педали! Да, третья, это, бонусная. Подарок. Вот откуда у нее эти бабки? Нас собирала. На краях. Что это? Крыса, 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 крыса. Тихо ты, как, как. Крыса. Да это ж мышка маленькая. Диапалик, вы что, их не боитесь, что ли? Не боюсь. Ни крыс, ни пауков, ни змей. Ну, вы бесстрашный. Двадцать лет брака. Да, необычная машинка. Живые люди есть? Имеются. Здрасте. Здрасте. Надо будет маслечко мне поменять. И что-то у меня в салоне лампочка потухла. Клиенты жалуются, а мы на кладбище спешим. Клиенты. Ну, что, поменяем, заменим, все в порядке будет. Деньги не проблема. Как только сделаете, рассчитаюсь. Я пока пойду кофейку попью. Ага, а тут за углом. Спасибо. Не самая приятная машина для ремонта. Да ладно тебе, деньги не пахнут. Ну, давай, лезь в салон. А что я-то, что я-то? Там же ж этот... Ну, и что он тебе сделает? Ну, я их боюсь. Он уже все. Он тебе ничего не сделает. Давай, лезьте и меня... Вы лучше тогда влезьте. Вы же никого не боитесь. Да я-то не боюсь. Там же этот... Пол салона занял. Ну, не влезу я туда. Да давай не дрейфь. Ну, хочешь, начни пока с масла. Я пойду пока за лампочкой на склад. Давай, давай, Рома. Нафиг ему вообще свет в салоне. Пусть лежит в темноте, привыкает. Как тут вообще капот открывается? ТОМ-ТОМОНОН Да ну ее нафиг! Я балик, я закончил! Молодцы, мужики! Не опоздали! На кладбище успеем! А-а-а! 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 Позно! А ушко-то тепленькое! Да успокойся, живой он! Живой, живой, живой! Позно! Да потрогай, живой он! Потрогай! Не бой! Не страшно, давай! Давай! А-а-а! Слышь ты! Ты что здесь за цирк устроил, а? А-а-а! Это не я! Это напарник мой придумал! Он говорит, давай сделай из меня трупа! Мы приезжаем на сервис, они все делают потом! А-а-а! А они в омрак падают! Их! Кто же знал, что тут такой твердолобый! тут ты… Ты… ту-ту-ту-ту-ту… Дурацкая зазаки! А-а-а-а! А-а-а! Т-т-т-т-т... Теперь сколько же за… Зайкаешь?! Ну, все-все… Успокойся. Думал, ты меня эта херней испугаишь. Да я тещу видел, как она ночью... В сметанной маске идёт к холодильнику.. Ну-ка, давай бабки за моральный ущерб. Касса у напарника у меня. Ага. Ну, сейчас мы этого напарничка встретим. Ну-ка, иди в подсок. И этот не выдержал. Что же вы все такие слабаки? Бледный! Бледный, вылазь, помоги его сбросить с капота и поехали. Бледный! Ты что, там спишь, что ли? Бледный, мы на кладбище опоздаем. Эй! Не опоздайте. Сюда на катафалке приехал, отсюда на нем и уедешь. Только будешь в салоне лежать. Валетом с Бледным. Сейчас мы с тобой пока-пока... Покатаемся! 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 Капуста, что ли? Знаете, что-то с моей машинкой не так. Вы можете мне помочь? Можем. Ну, чтобы помочь, надо же посмотреть. А, да. Вот, смотрите. Вот эта машина? Да, да. Э-э-э, так а что с ней не так? Ну, как это что? Вот она на фотографии. Эта машинка всего набрала два лайка. А какой-то Теремису 40, вы представляете? Тюнинг нужен. Э-э, обвесы поставить, диски с низкопрофильной резиной, э-э, выхлоп, чип-тюнинг двигателя, ну, тренировка, подсветка. Тысяч 15 долларов можем сделать. Ой, слушайте, ну это, конечно, дорого, но если надо, то... Ну, если нет другого варианта... Есть другой, там проще все. Меняем фильтр, добавляем друзей, и пусть они делают перепосты. Каждый час у вас будет по одному лайку. О, за 2 секунды 2 лайка, спасибо большое. Э-э, скажите, сколько я вам должна? Насколько не жалко. Ага. Ну, тогда... Вот, спасибо большое, до свидания. До свидания. Крутяк. На шарик заработал 20. А могли заработать 15 тысяч долларов. На шарик заработал 20. Вот ты плашка. Ай, ё-моё, ё-моё, на поля дырак. На троих. Hello! Hello. Hello. Can you help me with my car? Мойка? Мойка. In the... In the углом. In the... Ну, тут... I don't understand you. О, это я знаю. I don't understand you, too. Я, Полик, она говорит, что не понимает. А ты, значит, у нас все понимаешь. Давай, полиглот, объясни ей, что мойка за углом. The мойка is the углом. Yes. Yes. My car's down in Japan. Cardan? Что с cardan? Jopene говорит, cardan. Jopa cardan. Cardan, jopene. Yes. I lost control and got into an accident. I don't understand. Ага, сейчас вообще ни хрена не понял. Кажется, что-то ей либо с карданом, либо помыть машину ей. Помыть кардан? Помыть кардан, может. Yes. I have money, it's true. Не, 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 не. Трусы не надо. Без этого обойдемся. I come back at sex. Sex, sex, sex. Что-то эти европейцы помешаны на этом. Не надо, спасибо за предложение. Но денег будет достаточно. Money, окей. Yes. Goodbye. Окей. Все. Окей? Окей. Яйка, принимай работу. О, спасибо большое. Матч? Что мать? Ну, вчера играли... А, Динамо играли. Динамо. Матч, окей. Как много это стоит? Как много? Как много? 5, 0. 5, 0. Как 0 будет? 0. 0. Yes. So much. Да, вот такой мать. Мать, good, good. Мать. 500, да полтинника хватило бы. Ну, спасибо. Thank you. Good bye. Bye. Равняйся, да равняйся. Guten Tag. Здрасте. Чего? Мой вагн не функционирует. Вы мойка из за углом. Ты, ты, подожди. Это же... Дойчхланд. Я, я, я. Немецкий-то я отлично знаю. Я столько ваших фильмов смотрел. Я, Палик. Вы осторожней. Вы же знаете, что в этих фильмах делают с садовниками и СТОшниками. Немецкий-то я, не волноватый. Да. Майн шлангер, sehr лангер. Их лебедикт. Дас из фантастич. О, майн гот. Ха-ха-ха. Я, я. Прогуляйте. Давай, отсюда. Яволь. Ком цумир. Я вам яму покажу. Да. Даже с днём. У-у-у. Рома! Б**й, твою мать! Чё, Диапалик? Чё, Диапалик? Какого ху**а здесь стоят эти канистры? А я, ху**у, ху**у, не тут стоять, Диапалик. Такое ощущение, что мне не ху** больше, чем заняться. Я с утра до ночи ху** в этой яме, как проклятый. Я за весь день ни разу не присел. Ты хочешь сказать, что ты тут один ху**ишь? А я что здесь ху**у? Ты не знаю, что я... Диапалик, получается, ху**у пинаешь. Хочешь и пинаешь, и ты ху**а бочки. Какого ху**а, что нельзя было. Под ноги посмотрим. Послушай меня, пожалуйста. Я сижу ху**у. Да вы можете мне послушать? Бочки здесь, да ху** вашу мать! Довели меня. Я, кстати, поэтому к вами пришел. Вы тут ругаетесь, как сапожники, а клиенты на это жалуются. Поэтому я придумал вот. За каждый мат 50 гривен вынь да положь. На бочку. Это что за ху**? Полтос? Сто. Вот так. По-моему, Кондратий Кондратич еб***. Камеры все пишут. И оху**. Камеры пишут звук. Соточка. Камеры. Камеры. Да, камеры. Камеры. Слышь, отдай мне вот эту... Как это? Ну, для... Ну, чтобы взять их... Ну, как она? Ну, подскажи. Конкретнее, дядя Палик, что вам нужно? Ну, вот это вот как называется... А я откуда знаю? Не, не это самое не получается. Давай, возьми тогда ну, вот такую эту, кривую, эту самую, и давай ее и, короче, ну, давай она... Крутануть? Да, да, да. Так еще раз давай. Ах ты, сраная, старая, развалена! Ах ты, падла, с***ка! Заводись, с***ка, что ты... Прошу. Удивительно. Так, знаете, тогда сделаем исключение. Значит, когда работаем с ладами, можно не платить. Но только с ладами. Работайте. Ну, вот и с***ка. Это я про лады. На троих. Блин, блин, блин! Что случилось? Нужно срочно розовым мехом обтянуть этот... руль, что ли? Голову себе мехом обтяни, а то, я вижу, надуло так немножечко. А ты че ржешь? Что думаете, если блондинка, значит, тупая, да? Значит, можно ее обманывать? Да, в чем дело? В чем дело? Значит, вы на прошлой неделе меня обслуживали и обманули меня как... как турочку. Я тебе говорил, что она поймет, что свечи неоригинальные. Да не, я думаю, что она поняла, что масло не то залили. Значит, вы думаете, раз девушка, значит, не заметит подвоха, да? Значит так, я даю вам два часа, чтобы вы все исправили. Иначе я звоню Буся. Понятно? Не надо никому звонить, сделаем. Не надо. У вас два часа. Все сделаем? Хорошо. Блин, поиграли. Ага. Открывай. Блин. Все, идем. Все, готово. Свечи теперь стоят оригинальные. Масло тоже поменяли. Вот такое вот. Это... Ты че, вообще издеваетесь? Какие свечи, какое масло? Это машина, а не салон красоты. Вы чего? Девушка, мы не понимаем, что вы от нас хотите. А я не удивлена. Что вы не понимаете? Вы же тупые. Короче, тупые. Слушайте сюда. Ня недавно подвозила моя подружка на своей машинке. И знаете что? У нее три педали. Три. А у меня две. Почему? Так это, у подруги вашей, наверное, механика, а у вас автомат. Значит так. Автомат и механика. Чтобы через час я вернулась и у меня была третья педаль. Понятно? Или мне звонить, чтобы Бося приезжал? Не надо, не надо никому звонить. Сделаем. Сделаем. Через час я здесь. Слышь, мы че, реально третью педаль приваривать будем? Да нет. Есть идейка получше. И где моя третья педаль? Все сделали, все сделали. Вот ваша третья педаль. Новейшая разработка нанотехнологии. Беспроводная. Как она работает? Она работает сама. Ничего вам делать не нужно. просто ее кладете в бардачок и все. Вот, пожалуйста. Класс! Раньше надо было так работать. И запомните, если светлый цвет волос, это не обязательно, что девушка дура. Ясно? Не, не, вы не дура. Вы супер. Дура. Я бы даже сказал, вы мега дура. А ну подгазни. Все, оглуши. Вот. Слышали? Слышали этот звук? Вот это. Ничего не слышал. Ну как же, я вот два дня назад к вам приезжал на ТО, и после этого сразу этот звук появился. Вот это. Да я понял уже. Кто ТО делал вам? А вот этот длинный ваш такой. А, Рома. Рома. Рома, иди сюда. Рома! Рома! Ром! Блин, куда-то пропал. Слушайте, ну вы же специалист. Ну. Ну, гляньте, послушайте, где этот звук. Вот это вот. Понял, понял. А когда стоит или когда едет? Вот вы знаете, бывает такое, что вот просто стою я, значит, с выключенным даже мотором, и все равно вот это. татататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататат А вот кнопочка, вот, 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 и все. Рома, ты, ты как тут, ты че, че ж ты не кричал-то? Я хрип уже на второй день. А я на магнитолу, знаете, грешить начал. Думаю, что это магнитола? Ты-ты-ты-ты-ты-ты, а это вот ты-ты. Давайте рассчитаемся. Причина стука устранена, с вас 500. Тысяча. Тысяча? За что? Давай, 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 давай. Все, хорош. Здрасте, у меня проблемка. Сейчас скажет, зачем мне третья педаль? Спорим? Да, да не. сейчас скажет сделайте мне зеркало полный рот спорим в общем у меня проблема проблем мы видим а с машиной что подождите вы же профессионалы вы сами должны видеть проблем девушка таких проблем как вы 10 штук в день к нам приезжают просто скажите в чем проблема с машиной только тупой и неотесанный мужлан может не заметить проблем чур я неотесанный мужлан а ты тогда тупой идиот что ты от нее заразился что воздушным капельным путем вы мне будете помогать или нет а проблему вы нам сказать можете тогда и поможем вот вот проблема видите моя машинка не подходит к моей сумочке пожалуйста перекрасьте ее в красный цвет я буду через полчаса по-моему мы оба проспорили проспорили ну за работу и бля вы чё еще ничего не делали как-то ничего рома прошу осторожно красочка еще не просохла вы что я же просила машину покрасить а не сумку поверьте профессионалам гораздо дешевле было покрасить сумку вы чё идиоты я себе сумку красную купила под красные туфли что мне теперь делать это мы как-то не предусмотрели о у тебя краски осталось еще ну там пропалик есть хватит разувайтесь можем если шо и трусы покрасить себе покрасить рома ты ходовую доделал то делал а вот это тогда что что значит блин забыл рома как это забыл ты что это же пружина я помогаю как могу как могу твоя лучшая помощь это выйти из гаража и спрятаться где-нибудь типа вы сами тут справитесь а ты что думаешь не справлюсь а я эту бэку с закрытыми глазами могу разобрать и собрать а может тогда вы и в туалет будете ходить закрытыми глазами будет лучше попадать ты чего мне не веришь сопля малолетняя ну-ка на завязывай мне глаза сейчас я покажу давай машина слева конечно слева понятно что слева все готово ну теперь диапарик я точно знаю что их делают закрытыми глазами то как же это не может быть полчаса осталось до того как клиент придет надо срочно бэку обратно собрать давай завязывай глаза не надо это какой там сейчас отсюда сделаем посмотри не собери из них четыре велосипеда все 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 подожди здорово мужики ну че готова моя ласточка вот как раз только закончили сразу за видна настоящий мастера но спасибо ручки грязные до свидания свидания фух дядь парень тютелька в тютельку а че такой перепуганный когда слышу ромка у тебя бывало такое вот когда ты что-то разбираешь потом собираешь а у тебя лишние детали остаются постоянно так он лишний детали вон куча у меня вот первый раз вот износ видно по вот этим и вот этим вот мне нужно поменять колесики вы хотели сказать переобуться я что хотела то и сказала мне нужно поменять колесики вы имеете ввиду одеть зимнюю резину нет зимняя резина это прошлая коллекция а мне нужна осенняя сейчас же осень это единственная причина по которой вы хотите поменять колеса нет понимаете дело в том что недавно произошел один коллапс ты тоже слышал это слово а в общем мы с моей подружки пришли на одну вечеринку и она была в таком же платье как у меня сучка ну это аргумент поэтому я не хочу приехать на машинке на таких же колесиках что и у нее и тоже быть сучка я не хочу я думал у меня жизнь тяжелая так на какие колеса вы хотите поменять сейчас я вам покажу у меня даже даже цвет подобрала значит вот на такие то есть красный вы что дальтоник здесь вообще красного цвета нет смотрите это светло-розовый это коралловый это бордо это вообще шелок это фиолетовый а это кровавый давайте вы в общем оставляйте их мы подберем вам такое что никогда еще у вашей подруги не было спасибо до свидания до встречи я полик ты че реально собрался и колеса перекрашивать что я то почти угадал неси скотч и газету сейчас вы готовы роба музыку вуаля подождите это же даже не красный секундочку этот цвет называется глубокая африканская ночь или язык чао-чао у вашей подружки сучки такого точно нет а масло у меня свое домашнее и достает подсолнечную бабу здорово мужики здрасте здрасте чем помочь сделайте моей ласточки т.о. с радостью любой каприз за ваши деньги молодец только я прошу вас пожалуйста хорошая т.о. да в чем вопрос у нас качество гарантировано может это вообще последняя т.о. как последняя прости меня прости меня родненькая прости я понимаю тебе сейчас тяжело мне тоже тяжело прости пожалуйста прости резина летняя простите меня фары ксеноновые простите мужик ты че ее продаешь хуже что жена права получила ой 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 прости а какого года седьмого такая молодая и не пожила совсем пойдем рома им лучше сейчас побыть наедине спасибо бабушки пойдем я быстро горячая прости я прошу тебя пожалуй а очень лечение москве москве Ты не рви сердце, я прошу тебя. Все будет хорошо, все будет хорошо. Она же по-любому тебя поцарапает. Странно работает. А что я сделал? Какая разница, главное, работает. Ну что, все, приехали. Почему работает? Да ладно, черт с ней, я не об этом. Помнишь ситуацию, когда ты полез под капот за ключом, и у тебя штаны испали? Разумеется, помню. Мне тогда еще первый раз на чай дали. Так вот, поздравляю. Вашу бизнес-схему украли конкуренты. Разъясни. Вон, СТО, напротив. Так там теперь одни женщины работают. Причем все в шортиках таких коротких. Майчики облегающие. Разврат. И не говори. Так вот, я же придумал тут кое-чего. Купил тебе шортики, мальчику, симпатичные. Ты тоже симпатичнее. Они работают на свой контингент. Мы же будем работать на свой. Так что, давай. Здравствуйте, коллеги-соседи. А у вас можно одолжить ключ? Разводной или рожковый? Ну, тринадцать. Ау! Спасибо. А то у нас столько клиентов. Инструментов не хватает. Че, я заходил? А, да. Видал, как это все действует? Ты даже буквар начал выговаривать. Неправда. Давай-давай. В общем, одевай. А я пока схожу напротив в СТО. И... Конкурентом? Пойду посмотрю, чтобы ключ не поломали. Вам нужно. Здорово, мужики. Здрасте. А че, машинку посотрите? Стиральную? Или швейную? С автомобилем что? Да там, короче, масло чуток долить до ручничок, подтянуть все. Сделаем. Да? Так и когда могу забрать мою кормилицу? Ровно через два часа. Все, через два часа буду. И дверью не хлопайте. Ну че, готово? Готово. О, красавчики. И сколько я вам должен? 912 гривен. А че так дурого? Так, простой. Гривна, минута. Вы же должны были забрать ровно через два часа. А пришли через два часа 12 минут. Да с**лый простой. А у вас с**лый. Ладно, короче, вот штука. Давайте мне сдачу, да я поехал. Только бегом. Ой, а сдачи нет. Что если нет? Да должна ж быть. Должна? Ну утро. Где же ее возьмешь? Ну а разменять? Ну, может и пойти в ларьке поменять. Два километра буквально. А точнее пять. Ага. Короче, ладно, давайте мне ключи дай поехал. Машинка же во дворе. Конечно нет. Двор у нас очень неудобный. Для того, чтобы развернуться, нужно заднюю передачу включать. Поэтому мы поставили ее там, понад дорогой. Тут недалеко, метров 800 вот так в горку. Вы сразу ее увидите. Она в луже стоит. И там еще пешеходного перехода нет. Счастливого пути. Казни. Бытки. Давно хотел им отомстить. Постоянно из-за них опаздывать. Сейчас мы его еще добьем. Так, где его? Визиточка его. Вот она. Так. Здравствуйте. Оцените, пожалуйста, качество нашего сервиса. Да идите вы на хуй, мудаки-то, 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 чтобы вы сдохли с вашими сетку. Спасибо за вашу оценку. Вот все-таки правильно мы сделали, что ему ручник не подтянули. А я даже ослабил. Так. Рома, тебе не кажется, что я хочу есть? А я жрать хочу, Диапалик. Так что, давай пиццу закажем. Какую пиццу? Мы так всю зарплату прожрем. Да ладно тебе, я на этой пицце собаку съел. Какую собаку? Может, не будем у них заказывать? В смысле, я просто так собаку съел. Да не ел я никакую собаку. Отстань от меня. А, вот. Сейчас. Разрулим. Так, пицца. Ага. Здрасте. А есть у вас пицца 20 сыров? Да шутка, шутка. Значит, нам 5 пицц, 4 сыра. Да, за болотного 14. Ждем. Каких 5 пицц? Я вам что, олигарх? Лучше ты олигафренд. Оборжаться просто. Да ладно тебе. Прикол номер один. Да сейчас разрулим, не волнуйся. Ты глуши! Глуши! Что? Ты что, не слышишь? Не слышишь звук этот? А что такое? Да у тебя ж шатун стучит. Ну ты даешь. Ну вот же. Шатун. Так. Двигатель вот-вот заклинит. Тебе повезло, что ты сюда доехал. Сейчас бы прямо на дороге. Заклинило бы, перевернулся бы через руль. Вот ты даешь. А что делать? Что делать? Капримон делать нужно. Какая-то... Дорого. Ну, не бесплатно, конечно. Ну вот, пицца сколько стоит наша? 5 пицц, 500 гривен. Ну, если есть скидочная карта, 450 гривен. А, а, а ремонт? Две тысячи. Да, елки. Ну, если есть дисконтная карточка, можем за 450. Чуть-чуть-то. Ну, ну, у меня нет вашей скидочной карты. Ром, ну что, мы не поможем хорошему человеку? Давай баш на баш. А, я вам пицца, а вы мне ремонт. Ну? Спасибо, мужики. Давай пиццу. Все, можешь идти гулять. Через полчаса пригодится. Спасибо. Доедай. Нет, Диапалик, я, кажется, обожрался. Да, пятая пицца была лишняя. Контрольная в голову. Ну что, мужики, починили? Что? А, да. Только закончили, вон, руки все в масле. Сделали? Можешь заводить. Ой, е-мое. Ой. Так, так. Слышь, как часы работают. Ага. А шатун? Шатун больше не шатается. Все в порядке. Счастливого пути. Спасибо. Ага. Теперь точно доеду? Гарантия полгода. Ого. Давай. Спасибо, мужики. Давай, давай. Слышь, Ромчик, может, вечером суши поедим? Не, Диапалик, я пас. Максимум можно проституток на мотороллере по той же схеме вызвать. Было бы прикольно. Мужики. Это... Мотороллер заглох. Хорошо, что по гарантии, правда? Ну да. Иди, ремонтируй. Не, Диапалик, кто чинил, тот пусть и перечинивает. Пошли. Ну все, хозяйка, принимай работу. Ой, спасибо большое. А что с ней было? Да ничего страшного, этот предохранитель сгорел. Подождите, как это? То есть я ездила и не предохранялась? Я могла в любой момент попасть в аварию из-за того, что у меня нет предохранятеля? Думала, как бы да, но теперь все в порядке. Ой, спасибо большое. А сколько я вам должна? Две тысячи. Недорого. А, ну да. Это же спасатель моей жизни. Спасатель. Слышь, Рома, а ты ничего больше там не менял? Менял. Вот эту вот менял. Ой, это что, смайлик? Нет, это синхрофазотрон. А, подождите. А я просто не знала, что это есть в машинке. Видимо, мне его никогда еще не меняли. Ну что, синхрофазотрон? Он же крепится к контрольному коллайдеру. Да, вот он. Мы вам тоже его заменили. Все, теперь новый. И сколько стоит? Этот две тысячи и этот две тысячи. Ой, так классно. У вас все детали все по одной цене. Да, очень удобно. Что-то еще, по-моему, мы меняли. А, воздух. Воздух же. В шины мы вам закачали летний. Зачем? Ну, шины же у вас летние, а воздух был зимний. Да? А мы вот, да, закачали летний. Можете ездить. Две тысячи всего. За воздух. Ну, ладно, за штуку давайте. Ой, я так поняла, начали скидочки, да? Ну, постоянным клиентам. А еще мы вам процессор поменяли. Вот он, тормозил. Подождите, это то есть, когда я ехала, когда все кричали, не тормози, не тормози, это, оказывается, не я тормозила, а он вот так. В процессорах, да? Класс! Ну, теперь все в порядке. Ну, давайте подобьем. Итог, получается, 12 тысяч. Кругленькая сумма, удобно. Хорошо. Вот, возьмите. Я могу ехать? Да. А, у вас же с электроникой еще проблемы. Но мы электроникой не занимаемся. Совесть не позволяет. И что? В общем, заедете в другое СТО, два километра отсюда, зеленая такая, с правой стороны. И все там вам сделают. Хорошо, спасибо, до свидания. Всего доброго. До свидания. Алло, Боря? Здорово. Слушай, я тебе сколько должен? Две тысячи, да? О, сейчас заедет тебе желтая Фабия. Откроешь капот, закроешь, скажешь две тысячи. Все, возьму и в расчете. Давай, обнял. Все. Готово? Все, готово. Принимайте вашу ласточку. Спасибо, ребятки, спасибо. С вас три тысячи гривен. А у меня нету таких денег. Нет гривен. Возьмем доллары. У меня и долларов нет. У меня, понимаете, ребята, вот... А. Да. Ну, мы с дядь Паликом, конечно, патриоты, но возьмем и рублями. Нет, вы не поняли. Если нет наличных, нет проблем. Можем карточкой расплатиться. У меня нет ни денег, ни карточки. У меня другая валюта. Я покажу. А не надо ничего показывать. Это... Почему, почему? Вы заработаете. Еще и премию получите. Ну, не надо. А знаете что? Мою половину можете смело оставлять себе. Для меня это копейки. Да. А вторую половину? И вторую половину оставляйте себе. И вообще весь ремонт абсолютно бесплатный. Да. Вы нам ничего не должны. Как? Вы же мне всю машину поремонтировали. Да что мы там ремонтировали? Практически ничего не сделали. Кардан поменяли. Коробку. Ремень ГРМ. Да мы сделали это абсолютно бесплатно. Просто ради удовольствия. А, значит, я вам ничего не должна. Абсолютно ничего. Более того, мы вам будем должны даже. Да. Немного, сколько есть. Извините, что так мало. Вот, держите. Не будем долго прощаться. Всего доброго. Спасибо. Я помогу? Да. Прошу. Всего доброго. До свидания. Интересно, получается, в поликлинике бесплатно. На базаре тоже бесплатно. Да. Красота – это страшная сила. Поздравляю. У нас сегодня второй день рождения. С днём рождения. Идём, отметим это дело. Нажерусь в холан. Здравствуйте. Это колесо я нашёл на улице. Да нет, мы по другому вопросу. Да. А. По какому? Скажите, пожалуйста, а сколько будет стоить покрасить дверь автомобиля? А, покрасить дверь? Ну, по-разному бывает. Если механик трезвый, одна цена. Если пьяный, то другая, дешевле. Ну, а вот вы сколько возьмёте? У меня средняя цена, я просто под шофе. Угу. Ну, а там зеркало или бампер? Ну, тоже по-разному. От человека зависит. Если там олигарх какой-то, то это тысяч десять. А если средний класс, то там две-три тысячи. Блондинкам первый раз вообще бесплатно. А почему? Так они всегда возвращаются. Ну, вообще зависит от человека там. Скидки разные могут быть, бонусы. Ну, а вот мне, к примеру, какую бы скидку вы сделали? Вам? Никакой. То есть как это? Закон превыше всего. А мне? Вам? Тридцать процентов. Подождите, ну почему? Я же блондинка. А вы крашеная. Как вы догадались? Настоящие блондинки чётких вопросов не задают. Понимаете, просто, судя по статистике, мы скоро можем к вам приехать. Да, мы просто первый день на задании сегодня. И вот решаем, кто из нас будет водить, я или моя напарница. Лучше всего драйвера возьмите. Я вас умоляю. Ну, нам не положено. А, ну да. Ну, тогда ты можешь водить, а ты паркуйся. А в боксы заезжать буду я. Хорошо. Хорошо. Поняли? Да. Первый день? Первый. Ладно, сделаю вам скидку этим, как постоянным клиентам. Держите. Каждый третий ремонт бесплатно. Спасибо. Ну, это по-вашему через день получается. Ну, давайте. А когда можно приезжать, скажите? Да не раньше, чем через два часа у меня машина. А ну, отойдите. Спасибо. Надеюсь, мы не скоро к вам попадем. Давайте, давайте. До свидания. До свидания. Что, уже? Я же сказал, не раньше, чем через два часа. Ну, ждите. Сейчас. Еще надо поменять. На троих. Здрасте. Забор покрасьте. Вообще-то мы тут забора не красим. Мы автомобили ремонтируем. Слышишь, не беси меня, понял? Ты меня бесишь. Все меня бесит. Машина эта бесит. Чего вы так нервничаете? Потому что? Тише, 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 тише. Спокойно. Женщина в положении, а от беременных можно ожидать чего угодно. Чем могу помочь? Делайте мне машину. Конечно, конечно. Что беспокоит? Меня все беспокоит. Все. Меня все бесит. Тормоза. Уберите тормоза. Потому что, когда я нажимаю на тормоз, вот этот звук. Понял? Он меня бесит. А еще колесо. Чувствуете? Что? Чувствуете? Правое-левое колесо. Иди сюда. Да. Чувствуете? Как воняет резиной. Бесит меня этот запах. Бесит. Понял? Да. Скрутите и выкиньте его. Скрутим и выкинем. К чертовой матери. Все. Может еще бензобак скрутить, чтобы бензином не воняло? Ты что, идиот? А он что, больной совсем на голову? Как может не нравится запах бензина? Как я вообще без бензобака ездить буду? Он что, дебил у вас? Да черт с ним. Дебил. Вы же... Чего она стартует на меня? Дедя Палик? И вот это уберите. Что? Вот. И вот. Фары? Да. Вот этот вот оранжевый цвет. Он меня бесит. Этот едкий. У вас костюмы оранжевые, едкие, как фары. Снимите, быстро снимите. Снимай. А ты оставь. А ты красивый. Хотя нет, бесит, бесит. Снимай. А, блин. Что? Что? По-моему началось. Что началось, Дя Палик? Что началось? Все началось. А, ну и денек. Ну вот, Дя Палик, как я и предсказывал, мальчик. Ты бы лучше не предсказывал, а помог мне роды принимать. Вот, держите. Десять тысяч. Спасибо. Ого. А за что? Мы же ничего не сделали. Ну, как это ничего не сделали? Чувствуете? Резина уже не пахнет. Костюмы ваши уже не бесят. И напарник ваш. Очень хороший. Как вас зовут? Рома. Рома. Хорошее имя. Сына так назову. Что ж ты натворил, Рома, Рома? Взял меня и обосрамил. Ничего, это к деньгам. Пойдемте. Я вас отвезу. Рома-касава. На троих. Все? Давайте еще раз. Под бибикой шумит. Так. Спасибка не мигает. Так. Подруга молчит. Косметичка не закрывается. Не закрывается. Ну? Не помогло. Паленка, что ли? Так. Ромка! Чего? Ну-ка, иди сюда. У меня тут проблемка. Можешь перевести мне, что она кудахчет? Что у вас? Ой, что же вы все мужики такие тупые. Слушайте меня внимательно. Под бибикой шумит. Спасибка не мигает. Подруга молчит. Косметичка не закрывается. Ну, тут просто все. Значит, рулевая скрепит. Аварийка не мигает. А бардачок не закрывается. GPS-ка не подсказывает. А вот так сразу нельзя было сказать? Я вам так сразу все и говорила. Хорошо. А ладно, рулевую заменим. Бардачок закроем. А вот за спасибку готовь 10 тысяч. Чего так много? Услуги переводчика. Не работает. На краях. Давай-давай. Давай-давай-давай. Шмелее-шмелее. Давай-давай-давай. Давай, 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 давай. Всё, глуши. Здравствуйте. Здрасте. Вы меня помните? Это на вас копейка с подъемника упала? Нет. А, Порш. А, что Порш? Твой Порш загорелся у нас от моей сигареты. Вы что, где я, где Порш? Тогда я не помню. Это были самые запоминающиеся моменты. А вы мне полтора месяца назад шину заклеивали, помните? Конечно, это были самые запоминающиеся моменты в нашей жизни. Что, опять что-то пробил? Да, ну, не шина в этот раз. Скажите, а вы любую камеру заклеить можете? Практически любую. А если это не камера, например, а такой надывной круг или матрас? Или другое резинотехническое изделие? Мужик, может тебе презерватив новый подарить? Да что вы такое говорите? Нет, конечно. Моя ласточка расклеилась. Я же говорю, дядя Палик, а не на клею. Ну, давай, показывай, что с твоей ласточкой. Ага. Где она открывается-то? Вот. Спускает, представляете? На таких ласточках к нам еще не приезжали. Ну, давай, Рома, занимайся. Твоя же очередь сегодня вулканизировать? Здрасте, пожалуйста. А я пойду от греха подальше. Заклеите дырочку? Постараюсь. Если там не сильно протерто. Да нет, там чуть-чуть пора. Ну что, Рома, нашел дырочку? Ищу. Давай, давай, ищи лучше. А то еще заклеишь мне ту дырочку, так и весь смысл изделия потеряется. Ага, прикалываться. Давай, давай, ищи лучше. О, нашел. Да? Да. Где? По рифме. На верхней полке. Ну иди заклеивай. А тебя, мужик, мы теперь точно запомним. Я тебе даже кличку придумал. Дырокол. Нравится? Я не понимаю, что вы имеете в виду. А что ты понимаешь? Дыроколище. Я прошу прощения, долго еще? Готово. Забирай свою ласточку. Ой. Извращение с хреном. Чтоб я тебя больше здесь не видел. Ой. Вы меня не совсем правильно поняли. Это мне студенты подарили. На день рождения. Смотрите. Вот. Это моя подружка безопасности. Пока. Пока. Почему такой научит студентов? Безопасности. Ты дырокол.